Друзья, всем доброе утречко! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в Испании. Сегодня прекрасная погода. Светит солнышко на небе ни единого облачка. Прохожу мимо дома. Смотрите, здесь растут пальмы. Здесь такая арочка. Это паркинг. И такие красивые финиковые пальмы. Я думал, они растут там, где температура не опускается примерно меньше, чем 10 градусов. А здесь бывает и минус, но при этом пальмы эти растут, и все отлично. Здесь куда ни приедь. Огромное количество оливковых деревьев. Прям целые парки, усеянные этими деревьями. Смотрятся очень красиво. Я так понял, это вечно зеленые, потому что сейчас многие деревья уже сбросили листву, а вот оливковые, они вот стоят постоянно зеленые. Часто в комментариях встречаю, что люди пишут, переезжай в одну страну. В Турцию часто говорят, переезжай. Пишут в Египет. Поскольку я часто был в Египте, тоже многие. Сейчас вот и знаю, что аренда на длительный срок там сейчас пользуется популярностью, потому что и в Египет очень много людей переезжают. Жилье там недорогое. Короче, вот если описать свое состояние, я не принимал какого-то там четкого решения, что я буду жить в Испании. Это у меня не была моя, как сказать, мечта, что я буду жить в Испании. Сейчас я нахожусь, вот честно скажу, короче, вот в каком-то полном пока что непонимании. И я когда начинаю общаться с испанцами, они мне что-то говорят, ну я какие-то слова там знаю, но они когда мне что-то говорят, я понимаю, что до такого уровня испанского я никогда не дойду. Короче, они вот мне говорят, а я вообще ничего не понимаю. Вот так вот. Могу пару слов сказать, там Ола, привет, до свидания, спасибо. Если что-то надо, в переводчике себе вбил, там говоришь, хочу, два булочка и все. Вот так вот. И они как бы так понимают. Но вот так свободно говорить по-испански, мне кажется, я никогда не смогу. Вот, поэтому сейчас я, короче, вот где-то летаю, летаю и не понимаю, что дальше. Вот такие дела. Ладно, давайте будем пить кофеек и будем начинать новый прекрасный день. Поскольку в мире сейчас стабильная нестабильность, и люди, оказавшись в условиях кризиса, интересуются, как жить дальше. И в первую очередь нужно понять, что делать с деньгами. Многие мечтают создать капитал и жить на проценты с этого капитала. Информации в интернете сейчас много, но она никак не помогает, потому что мы не знаем, что с ней делать и вообще как действовать. Кто-то из-за жадности хочет получать выгоду здесь и сейчас, а потом всю жизнь гоняется за легкой наживой. А кто-то вообще не умеет формировать финансовые цели и потом пропадает всякая мотивация что-либо делать. Посетите бесплатный мастер-класс, который проводит инвестор с 15-летним опытом, живущий на пассивный доход. Его задача номер один. Обучить сохранять ваши деньги, чтобы вы не тратили их под ноль, чтобы не лезли в долги, даже если вам кажется, что это невозможно. Задача вторая. Приумножать кратно ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы вы в будущем могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. А из этих двух задач уже вытекают другие. Как выбраться из долгов, даже если это миллионы. Как накапливать на крупные покупки, при этом не ужимая себя во всем. Как обеспечить финансовую защиту и быть готовым к неприятным моментам жизни. Как грамотно инвестировать свои деньги и уделять этому минимальное количество времени. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс Егора Арсланова. Ссылка будет в описании к этому видео. Так, у меня сегодня важное задание. Мне нужно попасть в бассейн. Меня многие спрашивают, что тут есть для взрослых. На самом деле для взрослых здесь огромное количество тоже есть всяких секций. Как и для детей огромное количество, так и для взрослых. Здесь очень активно люди занимаются спортом. Есть велодорожки везде. Вот, поэтому здесь огромное количество велосипедистов, бегунов, люди. Ну, короче, здесь вот такая вот горная местность, поэтому спорт очень такой развитый. И также тут поехать примерно час-полтора, и там уже будут горнолыжные курорты. Возможно, вот в ближайшее время тоже поеду и покажу, что там и как там. Так вот, поэтому я заходил в бассейн, стоит он 5 евро, чтобы покупаться. Вот, это разовая такая, это не занятие, это просто вот сам пришел и поплавал. Но сказали обязательно нужно, чтобы была резиновая шапочка. Обязательно должны быть плавки, без плавок нельзя. Ну, имею в виду, то есть в шортах, я так понял, нельзя. Поэтому нужно купить плавки и шапочку. Сейчас просто посмотрю, сколько эта шапочка и плавки стоят. Вот, а потом подумаю, нужно это мне, не нужно это. Очки, в принципе, так, по желанию. Приехал в магазин Дикатлон. Здесь есть все для спорта. И так, мне надо найти шапочки для плавания. Я никогда не носил шапочки для плавания, никогда в них не купался. Но думаю, если не я буду ходить в бассейн, то Диана потом пойдет. Ну, пусть уже будет эта шапочка. Но тут я их что-то вообще не наблюдаю. Сейчас надо как-то... Смотрю, везде сейчас тоже идут скидки. На все. Вот купальники какие-то спортивные по 5 евро, 4,99. А, это мужские, наверное, плавки. Нет, это не мужские. А, или мужские, но... Не для взрослых мужиков, для маленьких мужиков. Очки для плавания 3,99. Ну, у меня вроде бы есть там Дашина. Очки черные такие. Если что, у нее заберу. Ну, я, в принципе, плавать в них не буду. Так, если что, покажу для вида. Потом есть плавки. Так, самые недорогие какие здесь у нас. Самые недорогие. О! 2,99 с акулой. Вип. 3 евро. Цена вообще низкая. Стоили 9,99. Вот такие мы и возьмем, значит. Шапочка для плавания. Евро 99. Честно сказать, я думал, они будут стоить где-то по 10 евро. Я не думал, что тут такие низкие цены. 1,99. Резиновая. Евро 49. Силикона, пишет. Силиконовая шапочка. Вот. Ну, понятно, есть и дороже шапки. Разные есть. Ну, реально, вот, мне, в принципе, даже вот за евро 49 отлично подойдет. Я только не знаю, надо как-то померить или не надо мерить. Попробую-ка. Они на сухую голову одеваются или на боку, я вот даже не знаю. Давайте на сухую попробую. Вот. Такая шапочка получается. Ну, придется взять. Раз такие правила, в шапочке плавать. Правда, она меня так все стягивает. Знаете, как люди пластику делают, их там стягивают вверх. Вот она мне тоже так все стягивает сейчас. Хотя я подумал, есть ли трусы с акулой, то надо брать, наверное, и шапочку, как акула. Либо дракончик. Они вот синего цвета как раз будут сочетаться с плавками. Ну, взял дракончика. Только оно как-то мне так очень сложно налазит. Наверное, все-таки лучше серое, чем дракончик. Ну что, все куплено. Сегодня вечером отправляюсь в бассейн. Будем плавать. Будем плавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы тут выехали по делам и проезжаем мимо таких красивейших мест. Здесь стоит огромнейшая плотина. И это прям какая-то местная прям достопримечательность. Смотрите, как здесь красиво. Так, она присоединилась с Дианой, Аней. Здесь есть специальная такая вот пешеходная зона. Тут можно погулять. Я потом посмотрел в интернете, туда же люди останавливаются, смотрят, гуляют. Смотрите, как красиво. Только тут страшно. Где? Ну, понятно, здесь высоко. Нет, я имею в виду, тут такой гортик, что Аня может туда вывалиться. Диана говорит, ей страшно здесь гулять. Нет, как не страшно. Мне на вас страшно смотреть. Мне кажется, вы упадете. Осторожно, столб. Что там? Космар. Высоко? Да. Ты просто, когда камеру так ставишь, мне кажется, она там сейчас упадет. На самом деле, как только выезжаешь из города, насколько здесь классно. Вот я не знаю, в городе мне что-то вообще не нравится. Но особенно тот район, где мы живем, я стараюсь как можно чаще оттуда выезжать. И вот здесь я выехал, и сразу пошел какой-то прилив энергии. Ну, город, в котором мы живем, он красивый очень. Кроме нашего района, там все классно. Сейчас солнышко вышло, так греет хорошо. Я аж снял куртку, потому что вот меняется постоянно температура, непонятно. Как будет, какую обувь одевать, какую куртку одевать, зимнюю, весеннюю. Водичка такая зелено-голубая. Там единственные какие-то темные водоросли. Непонятно, что это. А так она вот такая красивая-красивая. И здесь такая прям тишина-тишина. Спокойствие. Здесь смотровый шнурок развязался. Давай я завяжу, потому что лучше, чтобы не спротыкнулось об него. Машины здесь не ездят. Точнее ездят, но очень-очень редко. Здесь, смотрю, больше так велосипедисты проезжают. Кто-то бегает. А где ты видел велосипедист? Проезжал велосипедист. Да. Вот я не знаю, это как достроилась. Это смотровые площадки, либо это какая-то техническая часть. Наверное, следить за плотиной. Этот регион называется Арагон. Это горы Пиренеи. За ними уже Франция. То есть здесь сколько? Ну, вот я могу часик в ту сторону проехать, и я уже буду во Франции. Я, наверное, в какой-то из дней смотаюсь туда-назад. Просто вот там есть и горнолыжные курорты. Там очень красивые места. Там прям очень круто. Мне вот прям советуют. Я думал, пока мы здесь находимся, нужно съездить. Раньше Арагон это было королевство. Этому королевству принадлежала очень большая территория. Вот. Ну, сейчас это просто вот один из регионов Испании. Мы немножко прогулялись. Сейчас будем уже ехать дальше. Смотрите, это плотина с другой стороны. Здесь солнечная сторона. Здесь получше все видно. У меня еще, кстати, сегодня испанский. Вот. Я как бы, ну, как бы хожу, учу. Все нормально. Ну, мне-то кажется, говорить я на нем не буду. Но стараюсь. Ну, что, наступил вечер. Сейчас у меня экстремальный поход в бассейн. Здесь много птичек. И под этими деревьями, в принципе, с одной стороны опасно ходить, но с другой стороны это к деньгам. Это видно вот по земле. Ду-ка можно стать миллионером. Ну что, пришел я в бассейн. Смотрите, есть вот такой огромный один. Это для взрослых. Еще есть детская зона. Сейчас попозже покажу. Взял себе такую синюю шапку. Без акулы, короче, евро 50 такая стоит. Всем шапку купить. Шапки нельзя. Наверное, чтобы волосы не падали в бассейн, чтобы на эту систему не падали. Есть еще вот такая детская зона. Вот это маленький бассейн. Там с детьми сходят. Все, плавание закончилось. Короче, это как государственный бассейн. Так он выглядит. Есть много детских занятий. Есть все. Душ, трампун. Короче, здание было подстроено изначально под бассейн. Сейчас я уже выйду, расскажу. Ну что, вернулся я из бассейна. В общем, я увидел, там проходят занятия для детей. Также там занимались с инвалидами. Там были отдельно дорожки для детей, для инвалидов. Там следили за ними инструктора, давали им упражнения. Вот. Также я показал, был еще отдельный бассейн, где приходили родители с маленькими детьми. И там они тоже плавали. Вот так вот. Поэтому это вот городской бассейн. И сейчас скажу вот по ценам. Разовое посещение бассейна стоит 5 евро. А абонемент... Там смотрите еще, в чем прикол есть. Есть один закрытый бассейн. Точнее два закрытых бассейна. Работают круглый год. И есть еще в городе два открытых бассейна. Вот Диана показывала. Летом они ходили купались. Просто как знаете, вот в отелях. Бассейн, там газон, можно загорать. И абонемент на целый год в эти все бассейны, потому что я так понял, это все городское, стоит на человека 206 евро. Я в том бассейне была. Там очень классно. Там, короче, в бассейне большом, там с одной стороны я достаю, а с другой нет. С другой стороны, там очень глубоко, я там доставала до дна. Ну ты уже плавать научилась? У меня там есть пленер. Да. Прямо там. Классно. Абонемент на все бассейны от 7 до 17 лет. Тут пишут 132 евро. Ну и, короче, вот для пенсионеров от старше 65 лет стоит 66 евро. Нет, там или для пенсионеров, или если человек даже не пенсионер. А, если не... А, просто, да. Или для пенсионеров или старше, 166 евро на все бассейны. Вот так. Короче, здесь вот огромный, вот этот прайс-лист я посмотрел. В НИСНО я не могу найти тренировки для детей. Короче, вот... Тренировок там нету. Да? Отдельно. А если вы... Там есть еще семейные, если вы многодетная семья. Да. Если папа и ребенок ходят, если мама, папа и дети. Вот многодетная семья, два члена 208, три члена 208 тоже пишет, а четыре члена 260. Вот. Взрослые плюс двое детей, годовой абонемент стоит 219 евро. Вот такие вот дела. Короче, вот рассказал вам историю с бассейном. На самом деле, во многих городах, даже в самых маленьких селах, есть бассейны. Это очень удобно, потому что летом очень жарко. Без бассейна, ну никак. Вот, как бы, заботиться о людях, чтобы не перегревались на солнце. В общем, сходил на разведку в этот закрытый бассейн. Сейчас буду ходить, наверное, с Аней, с Дашей, потому что у нас здесь душ, и они купаются в таком маленьком надувном, это, бассейне. Вот, смотрите, как они купаются. Вот он, надувной бассейн. Ну, его как бы брали для моря, но здесь он пригодился, потому что душ очень маленький. Да, Даша тоже больше любит купаться, но она в ванной любила купаться. Ну, вот по душам не очень. Аня, понятно, маленькая, ей хочется тоже поплескаться. Вот так вот они и купаются. Так что вот такие дела. Вот, поэтому, думаю, будем ходить в бассейн. Я просто о нем вообще только недавно узнал. Я когда приезжал, помните, показывал, что вот квартира без душа, это была проблема. В раковине купался. Если бы я знал, что есть вот этот бассейн, потому что уличные бассейны были закрыты. Так вот. А вот такой бассейн, это вообще классно. Поэтому будем посещать бассейн. Здесь многие дают своих детей на плавание. Ну, там прям их, ими так хорошо занимаются, я посмотрел. Тоже разные группы есть. При этом какие-то соревнования тут детские есть по плаванию. Вообще, я заметил, что здесь как-то спорт, он так развитый. Ну, и, понятно, люди тут больше как-то занимаются для себя этим делом. Катаются на велосипедах, потому что тут горы рядом, прям беговых дорожек очень много, велодорожек очень много. Вот. Ну, при этом, я и говорю, здесь дешевый алкоголь, поэтому тут, чтобы не спиться, надо заниматься спортом. В общем, на этой прекрасной ноте будем заканчивать это видео. Занимайтесь спортом. Желаю вам всего самого лучшего, хорошего настроения по утрам, самое главное, мира и всего самого-самого лучшего. Огромное спасибо, что смотрите, и подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока.